Продолжение следует... Собственно говоря, рассказывают, как брать производные от векторов, входящих в канонический базис на поверхности. Если у нас имеется гиперповерхность регулярная с координатами U1, Un-1, то тогда мы научились дифференцировать по этим самым координатам векторы канонического базиса и нормальность. Оказалось, что формулы, которые получаются, они устроены хоть и хитро, но не злонамеренно. А именно результирующие векторы можно разложить по векторам канонического базиса, что очевидно. А что менее очевидно, коэффициент этого самого разложения, они выражаются через первую и вторую форму. В частности, вот эти самые буковки гамма большие, которые называются символами Кристофеля, они выражаются через первую фундаментальную форму. Следующим образом, G с верхним индексом обозначает матрицу, обратную к матрице G с нижними индексами, и тогда получается вот такая вот формула. Значит, G остается расставить индексы Ижи и Альфа. Таким образом, чтобы полученное выражение было симметрично по Ижи. И с помощью этих самых деривационных формул мы с одной стороны записали уравнение Гаусса и доказали теорему Гаусса, а с другой стороны определили ковариантное дифференцирование касательных векторных полей. Ковариантное дифференцирование касательных векторных полей. А именно, если у нас имеется, опять же, регулярная поверхность, и на этой регулярной поверхности имеется касательное векторное поле, то есть в каждой точке задан касательный вектор X, это просто означает, что этот самый вектор X мы можем разложить по векторам канонического базиса со соответствующими координатами. Мы определили операцию ковариантного дифференцирования по Итой координате как композицию двух операций. Обычного частного дифференцирования по Итой координате и ортогональной проекцией на касательную плоскость. И из деривационных формул мы получили выражение для этой операции в координатах. У этой самой частной производной вектора X по Итой координате есть касательная нормальная составляющая. Нам удалось их вычленить с помощью деривационных формул. Нормальную составляющую мы выкинули и получили вот такой вот ответ. То есть нужно взять откаты компонента, обычную частную производную, и подправить ее на такое вот выражение, зависящее от символов Кристофеля. Альфа. Сейчас неправильно. Тут вот K наверху, разумеется. А индекс суммирования внизу. Вот такой. Ну вот такую формулу мы с вами вывели для компонента ковариантной производной. При каждом фиксированном И это вектор. Если у нас есть два векторных поля касательных, а других мы с вами не рассматриваем, то тогда мы с вами определили ковариантную производную одного векторного поля вдоль другого фактически по аналогии с производной по направлению. Это просто сумма по альфа вот таких вот взлагаемых. То есть мы берем линейную комбинацию производных вдоль координат с коэффициентами компоненты векторного поля. Это тоже касательное векторное поле. И компоненты этого самого касательного векторного поля я не помню, мы в прошлый раз выписали или нет. Давайте выпишем на всякий случай. Собственно говоря, они получаются вот из этих вот формул. Что же это такое будет? Это будет сумма х альфа на д у кт по ду альфа плюс еще одна сумма, скажем, по альфа и бета, гамма кт альфа бета, и гамма кт альфа и бета. Вот такое вот выражение. Но я остановился на перечислении свойств ковариантного дифференцирования, сформулировал два очевидных. То, что ковариантное дифференцирование линейно, в том смысле, что ковариантное производное от линейной комбинации с постоянными коэффициентами, есть линейная комбинация. И формулу Лейбница написал для векторного поля, умноженную на функцию. Вот. И еще одно полезное свойство. Давайте что ли я напомню. Значит, наоблаитое от альфа х плюс бета у будет альфа наоблаитое х плюс бета наоблаитое у, где альфа и бета – это числа, а х и у – векторные поля. Вот. А если я рассмотрю ковариантную производную вот такого вот произведения, где f – это гладкая функция на нашей поверхности, то тогда, опять же, вот из этой вот формулы у нас с вами проследует формула Лейбница. У нас проследует формула Лейбница. это будет df по d у итое на х плюс f наоблаитое от х. Ну, чтобы формулы записывались более единообразно, можно по определению считать, что ковариантной производной от функции – это есть просто частная производная, тогда вот эта вот формула Лейбница запишется более симметрично. Вот это умножить на х плюс f умножить на вот это. И, наконец, если у нас есть два векторных поля, то тогда эти самые векторные поля можно скалярно перемножить, как мы с вами понимаем, получив функцию. А эту функцию можно продифференцировать по любой координате. Так вот, оказывается, что здесь тоже будет формула Лейбница. Эта формула Лейбница будет вот такая. То есть, производная от скалярного произведения – это есть сумма таких вот скалярных произведений. Надо один вектор продифференцировать умножить на второй, а потом наоборот. Доказательства этого факта можно непосредственно в координатах проделать. а можно воспользоваться, так сказать, геометрическим смыслом происходящего. и получить все малой кровью. Но мы же с вами понимаем, что можно рассматривать x и y как векторные поля в объемлющем пространстве в РН. Векторы там живущие. Ну да, в котором содержится наша поверхность. И тогда это скалярное произведение, это есть скалярное произведение в РН. По определению скалярного произведения от полей на поверхности это то же самое, что в РН. И тогда получается, что, давайте я тут напишу, для скалярного произведения в РН мы знаем, что если его дифференцировать, то получается просто вот такая вот формула Рейбнесса. Но y у нас касательно векторное поле. как и x, впрочем, тоже. Поэтому смотрите, если я возьму и представлю вот эту самую частную производную как комбинацию касательной нормальной составляющей, то есть я ее спроецирую на касательную плоскость и спроецирую на нормальную. У меня получится вот такое вот выражение. И теперь умножу это самое выражение на вектор y скалярно, то что у меня получится? первое слагаемое честно умножится, а второе слагаемое даст 0, потому что нормальный вектор умножить на касательный равняется 0. а вот это выражение это и есть ковариантное производное поле x по этой координате. Ну вот из этих соображений наше равенство можно продолжить следующим образом. Вместо частных производных можно написать ковариантное, потому что ковариантное производное отличается от частной. нормальной составляющей. Эта самая нормальная составляющая пропадает при умножении на касательное векторное поле. Что собственно и требовалось доказать. Точно такие же свойства можем написать и для ковариантных производных по векторному полю. то есть если у меня есть векторное поле x векторное поле потому что этот вектор нормальный да я его умножаю на касательный вектор y получается 0 вот эта штука это нормальная составляющая она перпендикулярна вектору y что я сделал я взял векторное поле продифференцировал его получил частную производную в пространстве разложил ее на нормальную составляющую и на касательную составляющую касательная составляющая называется ковариантной производной нормальная составляющая никак не называется и умножил теперь на касательный вектор нормальная составляющая ушла касательная осталась вот и все да так вот имеет место точно такая же линейность точно такое же правило Лебница для умножения на функции это такие же точно свойства но не для производной по координате а для производной по векторному полю если хотите это свойство один штрих это свойство два штрих и сейчас будет свойство три штрих написано где x от f это производная функция по направлению векторного поля сумма по альфа x альфа df по dу альфа или если хочется без координат написать это значение дифференциала на поле x и точно так же если я ковариантно продифференцирую вдоль поля x скалярное произведение полей y1 и y2 у меня получится вот такая вот сумма двух скалярных произведений но это немедленно следует из этих вот формулы выражения координатного для производной по направлению векторного поля она линейна просто поэтому линейные свойства сохраняются ну и еще одна версия ковариантной производной нам понадобится производная вдоль кривой ситуация ну вот какая пусть у нас на поверхности имеется кривая гамма от t гладкая тогда мы можем в качестве вектора x вот здесь вот взять ее вектор скорости и написать вот такую вот ковариантную производную ну которая определена разумеется не везде а только в точках кривой там где определен вектор гамма с точкой давайте запишем как эта штука выглядит в координатах пусть у нас с вами у1 у n-1 это координаты на поверхности у и т от t это координатные функции кривой тогда катая компонента вот этого самого вектора вернее векторного поля она имеет вид сумма по альфа d y катая по d u альфа на u с точкой альфа да потому что компоненты вектора гамма с точкой это кто такие это u1 с точкой u n-1 с точкой ну и плюс слагаемое которое содержит символ кристофеля гамма катая альфа бета на y альфа на u с точкой бета что в этой формуле примечательно в этой формуле примечательно первое слагаемое вот давайте мы на него посмотрим что здесь такое написано здесь по теореме производной сложной функции написано полное производное по t от y d y d y kt pd t d y kt pd t Что это означает? Это означает, что вот эта вот самая производная, она зависит только от значений нашего поля на кривовой гамма от Т. Как себя ведет наше поле вне кривой, нам неинтересно. Нам достаточно рассмотреть ограничение нашего поля на кривую и вычислить производную, соответствующую ДУПДТ. И тогда получится соответствующее выражение. Этот факт дает нам возможность определять вот такие вот штуки, такие вот производные вдоль кривой, для тех полей, которые определены только вдоль кривой. Формально мы этого делать не можем, если, так сказать, опираться на предыдущую технологию, потому что у нас с вами вот это вот выражение, оно как определяется? Оно определяется как сумма у с точкой альфа на набло альфа у, правильно? Вот так вот мы его определяли. Поэтому нам, чтобы его определить, нужны все вот эти вот производные. Все n, m, c, n минус одна штука. А чтобы посчитать эти производные, нам нужно, чтобы поле y было определено в некоторой окрестности. Тем не менее, вот эта вот формула говорит о том, что нам все равно, как поле с кривой продолжено на окрестности. Результат зависит только от значения поля на кривой. Поэтому, если у нас имеется векторное поле, определенное только в точках кривой, мы можем ровно по этой формуле вычислять его производную вдоль этой самой кривой. Что мы и будем делать? Ну, если хочется совсем формалистики, то надо, так сказать, теорему доказывать, и формулировать, вернее, и доказывать о том, что эта штука не зависит от продолжения поля в некоторую окрестность этой самой кривой. Ну, что фактически и доказывает эта формула. Ну, вот. Итак, пусть у нас гамма, это гладкая кривая на поверхности. На регулярной, разумеется. Мы других не рассматриваем. Давайте посчитаем ее вектор ускорения. Мы числим ее вектор ускорения, что позволит нам определить важный класс кривых. Пусть, как обычно, у1, уn-1 это координаты на нашей поверхности. Уитт и от t это координатные функции кривой. Тогда вектор гамма с точкой, как мы с вами понимаем. Это есть линейная комбинация векторов канонического байеса с коэффициентами у с точкой альфа. Правильно? А если я хочу тиректор ускорения посчитать, то мне надо еще раз продифференцировать это все по t. Правда ведь? То есть надо дифференцировать по t вот такую сумму, которая дифференцируется, естественно, по формуле Лейбница. У меня получается сумма по альфа у с двумя точками альфа на d у альфа плюс. Сумма по альфа у с точкой альфа. Ну а дальше надо дифференцировать честно. То есть будет сумма по бета d у альфа. Плохо написал. d по d у бета от d у альфа на u с точкой бета и на... А на u с точкой альфа я уже написал спереди. Ну и теперь мы можем вот здесь вот применить к этому выражению деривационную формулу. и у нас получится вот такая штука. Здесь будет стоять сумма, но по какому-нибудь еще индексу. Ну пусть по гамма, что-то меня сегодня тянет на греческие. Гамма альфа бета d гамма плюс q альфа бета на n. А вот эта скобка тут закрылась. А вот эта здесь открылась. Вот так будет правильно. И что-то я забыл. Да, я забыл у с точки бета. Ну и теперь как обычно переобозначив в первой сумме индекс суммирования и собрамши вместе коэффициенты при одних и тех же векторах мы получим следующее выражение сумма по альфа и по бета гамма гамма маленькая А, только у меня ужасная вещь произошла. У меня кривая гамма и индекс суммирования обозначен одной буквой. Я думаю, мы это как-нибудь переживем. Ну букв мало в этих алфавитах. Так, и осталось здесь у меня за бортом сумма по альфа и по бета q альфа бета u с точкой альфа u с точкой бета и все это нормально. Вот такое выражение. А я тут пропустил d у гамма еще. Так получше. Так выглядит ускорение произвольной кривой. Как мы видим, у этого самого ускорения есть касательная составляющая и нормальная составляющая. Причем нормальная составляющая имеет очень прозрачный смысл, да? Что такая нормальная составляющая? Нормальная составляющая это просто значение второй формы на векторе гамма с точкой и умноженная на m. А первая составляющая она очень похожа на ковариантную производную. И это действительно она и есть, потому что, смотрите, если я могу вектор, вернее не вектор, а выражение с двумя точками от гамма, вернее с индексом гамма, представить вот в каком виде ну это есть, конечно, d по dt от у с точкой, а d по dt от у с точкой это есть сумма по альфа d по d у альфа у с точкой гамма на у с точкой альфа. Давайте я напомню, как выглядит производная вдоль кривой от векторного поля x. Она выглядит так. сумма по альфа d по d у альфа x с точкой ка-та на у с точкой альфа. И плюс еще сумма там по альфа и по бета гамма к альфа бета x альфа у с точкой бета. А наше вот это вот выражение с точностью вот до этой вот поправки имеет вид сумма по альфа d по d у альфа гамма с точкой у с точкой гамма у с точкой альфа плюс сумма по альфа бета гамма а здесь стоят у с точкой альфа у с точкой бета. Поэтому что это такое? Это есть просто соответствующие компоненты ковариантной производной Давайте я тут только k напишу, чтобы уж совсем не было так плохо. Ковариантной производной вектора гамма с точкой вдоль гамма с точкой. Таким образом вектор ускорения произвольной кривой может быть записан вот как. Это есть вот такая вот штука ковариантная производная вектора гамма с точкой вдоль себя самого плюс значение второй формы на векторе гамма с точкой. Итак, мы разложили ускорение произвольной кривой на касательную нормальную составляющую. И та и другая, оказалось, имеют более или менее естественный геометрический смысл. Одно есть значение второй формы на векторе скорости, а второе есть ковариантная производная вектора скорости вдоль себя самого. Эту штуку еще иногда называют ковариантным ускорением. Среди кривых на поверхности выделяется важный класс этих самых кривых, которые называются диадезическими. По определению кривая гамма гладкая, разумеется, кривая на регулярной поверхности М называется диадезической. Если ее вектор ускорения каллинеарен нормали. гиадезическое. Если и только если вектор ускорения каллинеарен нормали. Механический смысл такой кривой должен быть вам вполне понятен и естественен. Если у вас материальная точка движется по поверхности в отсутствии внешних сил, то на нее действует ровно одна сила, сила реакции поверхности, которая направлена понормально. Поэтому, если хотите, с механической точки зрения, гиадезически, это как раз кривые, по которым точки движутся по поверхностям в отсутствии внешних сил. Так сказать, по инерции. Что выражается вот таким вот образом. Но из наших с вами выкладок немедленно вытекает следующее утверждение, что кривая гамма является геодезической на поверхности, тогда и только тогда, когда ее ковариантное ускорение, то есть вот это вот касательное составляющее ускорения равняется нулю. И тогда и только тогда, когда в произвольных координатах у1, у n-1 она удовлетворяет следующей системе соотношений. Ну, она это кто? Это кривая, да? Если у и т от t это координатные функции кривой, то тогда эти координатные функции должны удовлетворять следующей системе соотношений гамма kt альфа бета u с точкой альфа u с точкой бета равниться нулю. И это должно быть верно для любого k. Это я, собственно, взял вот это вот выражение и переписал. Которое собственно в наших обозначениях и есть компонента вектора ускорения касательное. Вот это вот система соотношений u с двумя точками k плюс сумма по альфа бета гамма альфа бета k u с точкой альфа u с точкой бета где k меняется от единицы до n-1 она называется уравнениями геодезической. Уравнения геодезической или геодезической следствия если кривая гамма геодезическая то тогда модуль ее вектора скорости обязательно постоянен. и это сразу же вытекает из определения и свойств скалярного произведения доказательства. Что я должен сделать? Я должен рассмотреть скалярный квадрат вектора скорости и показать что этот скалярный квадрат вектора скорости равняется нулю равняется константе извините сговариваясь то есть производная от этого скалярного квадрата равняется нулю. Но если я продифференцирую эту самую функцию по t где t параметр кривой это то же самое что я ее ковариантно продифференцирую вдоль кривой. а теперь я воспользуюсь формулой Лейбниса для скалярного произведения и внесу ковариантную производную под скалярное произведение у меня получится вот такая сумма двух скалярных произведений одинаковых каждый из которых равняется нулю просто потому что наша кривая геодезическая и поэтому ее ковариантное ускорение 0 но отсюда и следует что это константа то есть важно понимать вот что что геодезическая это не просто кривая эта кривая удовлетворяющая вот такому дифференциальному уравнению из этого дифференциального уравнения вытекает что это кривая с определенной параметризацией замена параметра не всегда оставляет геодезическую геодезической нельзя нельзя себе представлять геодезическую просто как подмножество поверхности как мы часто делаем с кривыми это не просто подмножество это подмножество вместе с параметризацией замена параметризации может привести к тому что геодезическое перестанет быть геодезическое я потом на каких-нибудь примерах это покажу прежде чем к примерам переходить давайте я еще одно утверждение сформулирую простенькое но полезненькое давайте посмотрим на да значит смотрите что я хочу доказать я хочу доказать что вот эта функция константа я для этого беру дифференцирую по t значит с точки зрения поверхности это что такое это функция на кривой я эту функцию на кривой дифференцирую вдоль кривой это то же самое что продифференцирует ее вдоль вектора скорости кривой да ну смотрите у вас есть функция f от u да а u зависит от t я ее собираюсь дифференцировать по t что это такое это df по d u на u с точкой то есть производная умноженная на скорость кривой вот ровно это и написано я просто вместо производной по t написал производную вдоль кривой что все равно а потом воспользовался свойствами производной внеся ее внутрь так вот давайте посмотрим на эту самую систему уравнений геодезической как на систему обыкновенных дифференциальных уравнений вот эта штука это есть система обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка разрешенная относительно старшепроизводной между прочим у нас вот у с двумя точками если хотите можно так написать равняется минус сумма вот этих самых гамма kt альфа бета u с точкой альфа u с точкой бета на чему нас учат дифференциальные уравнения дифференциальные уравнения учат нас ставить и решать задачу каши для дифференциальных уравнений как выглядит задача каши для уравнения второго порядка задача как выглядят начальные условия для уравнения второго порядка нужно задать значение неизвестных функций в начальный момент времени этого было бы достаточно если бы у нас только первые производные присутствовали поскольку присутствуют и вторые нужно еще задать значение первых производных в начальный момент времени это и будет задача каши что это такое с точки зрения геометрии с точки зрения геометрии мы задаем начальную точку из которой будет выходить наша кривая точка с координатами у1 с нулем ун минус 1 с нулем и создаем вектор вот это по недоразумению у меня уравнение геодезических писало у меня же рука помнит что уравнение геодезических кончается на равно нулю вот v и t с нулем и так первая группа начальных условий это начальная точка а вторая группа начальных условий это вектор скорости поэтому что такое задача каши для уравнения геодезических мы фиксируем точку и фиксируем вектор скорости из этой точки вдоль этого самого вектора выпускаем решение нашего уравнения и из общей теоремы существования единственности обыкновенных дифференциальных уравнений мы получаем следствие что для любой точки p и любого касательного вектора к нашей поверхности существует причем единственное в смысле обыкновенных дифференциальных уравнений геодезическое гамма t который в начальный момент времени который выходит из точки p со скоростью v из любой точки с любой начальной скоростью можно выпустить геодезическую причем только одну в смысле обыкновенных дифференциальных уравнений это что означает это означает что любые две таких геодезических совпадают в общей области определения как параметрические кривые вот такая вот если хотите ну следствие что ли вот такое если хотите следствие значит так мы сформулировали теорему существования единственности геодезической из каждой точки в каждом направлении можно выпустить единственную единственную геодезическую ну давайте какие-нибудь пример начнем смотреть хотя наверное рановато не ну один по крайней мере самый простой пример можно посмотреть ну скажем плоскость у нас есть в качестве поверхности наше m это плоскость там в r3 если мы хотим чтобы она была прямо поверхностью с заданным уравнением z равняется нулю тогда легко посмотреть что метрика в стандартных координатах x и y то есть первая фундаментальная форма будет иметь вид dx квадрат плюс dy квадрат и значит символы кристофеля в этих координатах тождественные нули почему они тождественные нули они тождественные нули потому что символы кристофеля они имеют вид какой одна вторая на сумму обратная матрица матрица первой фундаментальной формы а дальше альтернированная сумма трех первых производных но если g константа то все первые производные нули и поэтому символы кристофеля нули и значит уравнение геодезических на плоскости имеют вид x с двумя точками равняется нулю y с двумя точками равняется нулю потому что вот этих вот слагаемых просто нет решение этого уравнения это линейные функции x от t равняется x нулевое плюс at а y от t равняется y нулевое плюс bt что это за кривые такие которые на плоскости задаются с линейными функциями это прямые правильно прямая выходящая из точки x0 y0 со скоростью а b причем скорость это постоянно я обращаю внимание на два обстоятельства в этом месте x геодезических геодезических чего я пример привожу я привожу пример геодезических пишу уравнение геодезических вот написал решил значит смотрите если каким начальным условием такая геодезическая удовлетворяет она выходит из точки x0 y0 да с вектором а b скорости если я вектор скорости например растяну в два раза что произойдет если я рассмотрю вектор скорости 2 2 b это будет та же самая прямая только мы по ней будем двигаться в два раза быстрее у нее будет другая параметризация это будет это будет та же самая прямая на плоскости но она будет по-другому параметризована поэтому с формальной точки зрения это разные геодезические прямая одна и та же а геодезические разные потому что это разные решения одного и того же дифференциального уравнения ну а если я вообще какую-нибудь дурацкую замену параметра сделаю например напишу здесь не t а t в кубе да она останется прямой геометрическое место точек не поменяется а геодезической быть перестанет потому что у нее вообще скорость перестанет быть постоянной чтобы примеры размножить нам полезно еще вот какое соображение добавить помните мы с вами рассматривали изометрии между поверхностями изометрии поверхности это были отображения из одной поверхности в другую которые сохраняли длин всех кривых и мы с вами показали что это бывает тогда и только тогда когда они уважают первые фундаментальные формы то есть переводят первую фундаментальную форму на одной поверхности в первую фундаментальную форму на другой другими словами на поверхностях можно выбрать такие системы координат что первые фундаментальные формы будут просто одинаковые Так вот, утверждение. Если F-изометрия, а гамма кривая на М1, вот эта самая гамма геодезическая на М1, тогда и только тогда, когда F от гамма, формально надо написать F-композиция гамма, это геодезическая на М2. То есть изометрия переводят геодезические в геодезические. Доказательство этого факта тривиальное, оно следует как раз из того, что я вам напомнил про изометрию. В подходящих координатах первые фундаментальные формы на М1 и М2 совпадают. А раз они совпадают, значит совпадают уравнения геодезических, значит совпадают множество их решений. Что, собственно говоря, и требовалось. Но поскольку отображение F и отображение F-1, они одновременно изометрии, то отсюда вытекает, что действительно геодезические переходят в геодезические и наоборот. В геодезические переходят в геодезические. Это позволяет расширить нам класс в класс примеров сразу, за даром. Потому что у нас есть простые примеры изометрии. Самый простой пример изометрии, который у нас с вами есть, это изометрия плоскости в цилиндр. Мы с вами ее неоднократно обсуждали. Берем круговой цилиндр, например. Там, скажем, х квадрат плюс у квадрат равняется r квадрат. Как на нем будут устроены геодезические? А вот как мы знаем, что если этот самый цилиндр прямой круговой разрезать вдоль образующей и развернуть на плоскость, то соответствующее отображение, у нас получается такая полоса ширины 2πr, соответствующее отображение будет изометрией. Оно будет длинокривых сохранять всех. Будет сохранять первую фундаментальную форму. И значит геодезические на цилиндре это то же самое, что геодезические на такой вот полосе в правильном понимании. А как устроены геодезические на этой самой полосе? Ну это же прямые, правильно? Значит есть горизонтальные прямые, им соответствуют окружности. Есть вертикальные прямые, им соответствуют, как это называется, направляющие. Меридианы этого самого нашего цилиндра. И есть наклонные прямые. Что будет с наклонными прямыми? Но у нас вот эти самые стороны полосы, они на цилиндре склеиваются в одну и ту же прямую, правильно? Поэтому если у меня вот эта вот точка, скажем, П, то вот эта на цилиндре она же. И поэтому наклонная прямая, дойдя до этой самой точки П, она пойдет и дальше. Ну и на цилиндре это будет винтовая линия. Это будет винтовая линия. Поскольку у нас из каждой точки в каждом направлении можно провести прямую, причем с какой вы хотите, постоянной скоростью, то это означает, что мы все геодезически описали. У нас из каждой точки в каждом направлении выходит или окружность, или вертикальная прямая, или винтовая линия. Поэтому это и есть все геодезические на цилиндре. Можно себе такую картинку представлять, что мы этот самый цилиндр катаем по плоскости, да? У нас тогда плоскость разбивается вот на такие параллельные полосы. Ну и каждая точка на цилиндре, она на этих полосах оставляет следы. Ну и тогда можно считать, что мы проводим прям прямую через всю плоскость, а потом сворачиваем эту плоскость обратно, наматываем ее на цилиндр, и у нас и получается как раз винтовая линия. Эта картинка позволяет легко ответить на вопрос следующего содержания. Ну вот пусть у нас, скажем, на плоскости, вернее на цилиндре, есть две точки, там, П и Ку, которые на одной окружности не лежат. Сколько их геодезических соединяет? Их соединяет бесконечно много геодезических. Почему? Ну потому что давайте я вот точку Ку фиксирую, а точку П размножу по полосочкам, да? Тогда я же могу вот такую прямую провести, она соединит точки П и Ку. Могу вот такую прямую провести, она соединит точки П и Ку на цилиндре. Могу вот такую прямую провести, вот такую прямую провести. Из одной и той же точки Ку в разные образы точки П при таком вот разматывании цилиндра на плоскость Я могу проводить соответствующие прямые линии на плоскости, которые будут сворачиваться на цилиндре в геодезическом. Они все будут иметь разную длину, вообще говоря. Ну, там, в каких-нибудь симметричных ситуациях, может, и не все. Потому что сюда тоже можно мотать. Они все будут разные, 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 разные. Это, на самом деле, модель довольно общей ситуации, когда у вас, вот в данном случае на плоскости, а в общем случае на поверхности, действует группа... В данном случае у нас действует группа Z. Эта самая группа Z, как она действует? Она действует на сдвиге... ...на векторы... ...N умножить на вектор... Ну, собственно, вот такой вот вектор V, который совмещает... ...который есть параллельный перенос, который совмещает стороны нашей полосы. А я беру... ...NV, где N произвольное целое число. Есть вот такое вот действие группы на плоскости. Что такое цилиндр с этой самой точки зрения? Цилиндр — это фактор пространства. Плоскости по этому самому действию. Что значит фактор пространства? Это значит, что мы точки, которые попали в одну и ту же орбиту действия, мы их отождествляем. Вот у меня точка P — это точка одной и той же орбиты. В качестве представителя орбит можно выбрать такую полосу. Ну и тогда точки, лежащие на противоположных сторонах, они как раз будут на вектор V отличаться и склеиваться. Получается цилиндр. Ну а первая фундаментальная форма, она с плоскости снимается. На цилиндре получается такая же точно плоская метрика dx квадрат плюс dy квадрат. Эту ситуацию можно обобщить, например, таким образом. Можно рассмотреть ту же самую плоскость, но рассмотреть на ней действия другой группы. Действия группы что значит? Вам не рассказывали в алдебре? Беда какая. Но это означает, что эта самая группа z, она вложена в группу преобразования плоскости. И каждому элементу группы соответствует преобразование плоскости. В данном случае вот такой вот сдвиг. Но это соответствие уважает групповую операцию. То есть композиция сдвигов соответствует сумме векторов. В данном случае все, собственно говоря, так и есть. Вот более сложный пример. Это когда у меня сдвиг не на один вектор, а на пару векторов. Когда у меня есть, скажем, взаимно перпендикулярные векторы V и W, а можно просто линейно независимые. И тогда мы рассматриваем всевозможные векторы вида N1, V, или там N, V плюс M, W, где N и M опять же целые числа. То есть мы рассматриваем сдвиги плоскости на произвольные, целочисленные, линейные комбинации фиксированных векторов. Куда тогда будет точка переходить, скажем, начал координат? Начал координат будет переходить во всевозможные точки, у которых в системе координат, порожденных векторами V и W, будут целочисленные координаты, правильно? Возникнет такая вот решетка прямоугольная на плоскости, если векторы перпендикулярны, а если не перпендикулярны, то такая параллельная решетка из параллограммов тогда будет. И можно сделать то же самое, а что то же самое? Можно профакторизовать плоскость по действию такой вот группы. Тогда что у нас произойдет? Тогда у нас в качестве пространства орбит будет выступать не полоса, а прямоугольник, квадратик. У него будут склеиваться вот эти две противоположные стороны и вот эти две противоположные стороны. В результате такой склейки получает стулор. Но если вы у прямоугольника две противоположные стороны склеите, у вас получается труба. А чтобы склеить еще две противоположные стороны, нужно склеить концы этой самой трубы. В трехмерном пространстве это нельзя сделать, не помяв бумагу. Чтобы мне вот ее вот склеить, мне надо измять и сюда загнуть. Интересно, что в четырехмерном можно. В четырехмерном можно, не помяв бумагу, нарисовать такой тор. На этом самом торе будет как раз тоже плоская метрика dx квадрат плюс dy квадрат. А диадезические будут образы прямых при такой вот факторизации плоскости по действию группы. На цилиндре у нас были только одни замкнутые геодезические от окружности. Здесь будет много замкнутых геодезических. Если у вас тангенс угла наклона прямой рациональное число, то это означает, что эта прямая, она где-то вот там далеко-далеко придет в образ той же самой точки P под тем же самым направлением, и ваш геодезический замкнется. А если тангенс угла наклона иррациональное число, то она никогда не вернется в ту же самую точку, хотя будет проходить сколько угодно близко к ней. Это, между прочим, две типичных картины движения в гамильтоновой механике, которую описывает теорема Леувиля. Теорема Леувиля говорит, что хорошая гамильтонно-механическая система, но в ней движение происходит как раз в конфигурационном пространстве, движение происходит по торам. Эти движения бывают двух типов. Периодические, которые соответствуют замкнутым траекториям, и условно-периодические, которые соответствуют разомкнутым траекториям, но тем не менее возвращающимся в исходную точку сколь угодно близко, хотя и не совсем. Отсюда, собственно, вытекает теорема Панкаре о возвращении. Так, ну это я отвлекся. Это был пример. Геодезический на цилиндре, но вот если хотите на плоском торе еще. Аналогично можно геодезический на конусе описать. Если у вас есть прямой круговой конус, то этот конус тоже можно взять и развернуть на плоскость. У вас в развертке будет такой вот бесконечный сектор, и геодезические на соответствующем участке плоскости, они соответствуют геодезическим на конусе. В частности, вот эта вот окружность никогда не является геодезической, потому что она на конусе переходит вот в такую окружность, которая на плоскости, конечно, никакая не геодезическая. Заведомо геодезическим будут вот такие вот лучи, которые соответствуют лучам, выходящим из вершины конусу, а еще образы вот таких вот прямых, которые как будут все продолжаться. Вот если у меня вот эта вот точка P, то на том же расстоянии находящаяся точка это тоже P. И у меня вот эта прямая, она должна продолжиться таким образом, чтобы вот этот угол сохранился. Угол соответствующий направляющий. Ну поэтому на моей картинке она пойдет как-то вот так вот. И мы видим, что у нас возникает немедленно пример геодезический, который имеет самопересечение. То есть она так обвивает конус и возвращается обратно. Что-то вот такое. Ну тут можно разные задачи ставить. Сколько раз она может самопересечься? Есть ли которые не самопересекаются? Как это зависит от конуса? Давайте мы, чтобы еще раз может примеры, более подробно разберем случай поверхности вращения. Ну поверхность вращения, как нам ее с вами смоделировать? Ну, возьмем плоскость, да? В плоскости рассмотрим, ну скажем, функцию, ее график. Пусть вот эта у меня будет ось Z. Это функция F от Z, которая больше нуля. Ну и рассмотрим вращение вокруг вот этой вот оси. То, что получится, называется поверхность вращения. А F от Z я беру больше нуля, чтобы у меня график функции не пересекал прямую, вокруг которой я вращать собираюсь. И у поверхности не возникало таких вот точек самопересечения. Ну как ее задать параметрически? Ну в данном примитивном случае значит у меня F от Z это расстояние до оси вращения, да? Поэтому при фиксированном Z у меня возникает окружность плоскости XY. Вот я эту окружность написал. Ну а Z равняется Z. Тогда значит радиус-вектор, продифференцированный по φ это вот у меня R от φ и от Z. Это есть минус F на синус φ F на косинус φ и 0. А радиус-вектор, продифференцированный по Z это есть F' косинус φ F' синус φ и 1. можно написать первую фундаментальную форму Ds в квадрате. как она будет выглядеть. Ну во-первых, мы заметим, что эти векторы, они ортогональны, да? Слава Богу. Поэтому будет только два слагаемых Dφ в квадрате и Dz в квадрате. при Df в квадрате будет стоять F в квадрате, а при Dz в квадрате будет стоять неприятная такая штука единица плюс F' в квадрате. Вот такая первая фундаментальная форма. Мы потом чуть заменим координаты, чтобы форма стала получше. Но пока давайте просто напишем нормаль и посмотрим на самые простые кривые на нашей поверхности, на параллели и на меридианы. Значит, как будет нормаль устроена? Я должен взять векторное произведение вот этих вот двух векторов. и того, что у меня получается. У меня получается x-овая координата это F на косинус φ y-овая координата это F на синус φ и z-овая координата это 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 с минусом, да? Минус F на F' вот и чтобы и чтобы ее отнормировать давайте напишу нормаль пропорционально если я хочу единичную нормаль то тогда я должен написать косинус φ синус φ минус F' и делить это все на корень из единицы сейчас ну да единица плюс F' в квадрате вот так вот вот такой вот нормальный вектор ну да она же мне нулю не равна почему ее не поделить я напомню что кривая называется геодезической если ее вектор ускорения перпендикулярен поверхности то есть коллинеарен вектору нормали ну вот давайте посмотрим сначала на параллели и меридианы здесь у меня есть параллель кто такая параллель параллель это когда у меня Z равняется Z нулевое это окружность вот такая вот значит этот параллель имеет вид в пространстве гамма равно там F от Z нулевое косинус φ F от Z нулевое синус φ и Z нулевое поэтому ее вектор ускорения имеет вид минус F от Z нулевое на косинус φ минус F от Z нулевое на синус φ и ноль а вот вектор нормали вопрос когда они коллинеарны ответ эти два вектора коллинеарны тогда и только тогда у меня F от Z нулевое нулю никогда не равно тогда и только тогда когда F штрих от Z нулевое равняется нулю то есть параллель не любая является геодезической а только та является геодезической которая соответствует критической критической точке функции F то есть там где у графика функции F касательно горизонтально то есть касательно горизонтально максимум там минимум или передип то тогда соответствующая параллель является геодезической что с меридианами ну меридиан это кривая которая соответствует φ равняется F нулевое правильно F равняется F нулевое ну давайте сначала посмотрим на вот этот вот меридиан который соответствует который прямо в плоскости лежит XZ там пусть F нулевое для начала равняется просто нулю тогда в плоскости XZ наша кривая это просто график функции правильно X равняется F от Z как нормаль к ней устроена нормаль к этому самому графику это есть единица и минус F штрих от Z ну а если в пространство перейти то надо 0 вставить на месте второй координат ну мы видим что они коллинеарны как раз ну а общий случай отличается просто поворотом на φ поэтому любой меридиан является геодезической это кстати согласуется с тем примером который я сейчас стираю с конусом на конусе наша функция F линейная у нее нет критических точек поэтому ни одна окружность которая параллель не является геодезической на все меридианы являются и так если хотите утверждение любой меридиан то есть кривая фи равняется фи 0 является геодезической а параллель является геодезической тогда и только тогда значит какая параллель параллель Z равняется Z нулевой является геодезической тогда и только тогда когда F штрих от Z нулевой равняется нулю Я рассматриваю частный случай. Я рассматриваю меридиан, лежащий вот в этой плоскости XZ. Для начала. Мне нужно написать нормаль к тому самому меридиану. Как я ее пишу? Я пишу вот такое вот уравнение и беру частный производный. Поэтому нормальный веет вид единица минус F' по Z в этой плоскости. Правильно? Ну а в объемлющем пространстве, в R3, там у меня еще есть Y координаты, которые равняются нулю. Вот я ее сюда написал. Поэтому нормаль получилась вот такая. Я сравниваю с тем, что здесь написано. Для φ равного нулю. И вижу, что они коллинеарные. Больше ничего не делаю. Мы показали, что нормаль к меридиану, коллинеарно нормаль к поверхности. Нормаль к меридиану, как к кривой. Это же плоская кривая. Его нормаль лежит в его собственной плоскости, естественно. А, это я, наверное, не проговорил. Это плоские кривые, поэтому нормаль к ним лежат, конечно, в них. Но что отсюда задаром получается в качестве следствия, например? Отсюда в качестве следствия задаром получается описание всех геодезических на сфере. Геодезические на сфере. Это большие круги, и только они. Ну почему так? Ну потому что большой круг можно представить себе или как параллель максимального радиуса, то есть критической точкой в соответствующей функции, ну или как две половинки меридиана, склеившиеся в одну. Поэтому один большой круг – это геодезическое, но все остальные из него движениями получаются, и, значит, тоже геодезические. А других геодезических нет, потому что из каждой точки в каждом направлении можно выпустить большой круг. Вообще, на самом деле, уравнение геодезических, они плохо решаются. Потому что это уравнения, в которых они нелинейные. Но, тем не менее, в некоторых ситуациях они решаются более-менее хорошо, или, как говорят, интегрируются. Для уравнения геодезических на двумерной поверхности достаточно, понятное дело, найти всего один первый интеграл, то есть функцию, которая постоянно вдоль решений. Вот для поверхности вращения такой первый интеграл был найден Клеро. Я соответствующую теорему Клеро сформулирую и намечу схему доказательства. На самом деле, у нее есть разные доказательства. Я такое из уравнения геодезических скажу. Значит, смотрите, как она формулируется. Итак, пусть у нас есть поверхность вращения М, двумерная в R3 поверхность вращения. И на ней есть какая-то геодезическая. Давайте я нарисую какую-нибудь такую картинку. Вот это вот наша с вами поверхность вращения. Вот на ней идет геодезическая гамма. Я хочу функцию на этой самой геодезической определить, некоторую. Функция будет такая. Вот есть точка гамма от Т. Я в этой точке, во-первых, посчитаю расстояние до оси вращения, ρ. ρ это будет расстояние до оси вращения. А еще я через эту самую точку проведу тут был цветной мелок, по-моему, проведу меридиан. Вот это будет меридиан М. М-меридиан. Тогда между нашей кривой и меридианом есть некоторый угол. Я его назову альфа. Альфа угол между гамма и М. Так вот, Клеро доказал, что для любой геодезической гамма, если гамма геодезическая, то тогда вот такая вот функция С от Т, которая равняется произведению двух величин. Надо взять расстояние до оси вращения, ρ от Т, и умножить на синус угла альфа между геодезическим и меридианом. Вон Клеро показал, что это функция константа. Это функция константа. Ну, то есть, если расстояние растет, то угол должен убывать, и наоборот, если угол убывает, то расстояние должно расти. Такой вот баланс происходит. Эта теорема называется теорема Клеро. Ну, а сама эта функция называется первым интегралом Клеро. И меридианом М, проходящим через данную точку. На точке зависит, понятное дело. Вот еще вопрос. А когда же это закрывает уже константу? С от Т? С от Т я написал. Это не кривая, это функция. Она константа вдоль гамма, да? Что не так? Ну, вот смотрите, пример, скажем, с цилиндром. Он такой простой, но тем не менее. Вот я рассматриваю на цилиндре в качестве кривой гаммы окружность. Тогда расстояние от точки до оси вращения константа и угол с меридианами в каждой точке прямой. Да, поэтому получается, что в данном случае наша функция С от Т, вот на такой вот штуке, она постоянно и равняется расстоянию. А если взять винтовую линию, да, то ρ все равно будет константа, а α это будет на развертке угол между вертикальной прямой и нашей наклонной. И тоже будет константа. Так теория муклерот для цилиндра работает. Оказывается, она работает и в общем случае. Значит, ее можно по-разному доказывать. Не самое короткое, но полезное с точки зрения упражнения доказательство может быть устроено так. Так, схема доказательства. У меня не остается времени его сосчитать. Значит, предложение такое. Написать уравнение геодезических, выразить вот эти самые функции для конкретной геодезической и продифференцировать С и понять, что из уравнений геодезических вытекает, что производная С равняется нулю. Показать, что С' от Т равняется нулю. В произвольных координатах это делать не очень приятно. Предлагается немножко координат поменять, вообще параметризацию немножко поменять. Оказывается, удобно записывать нашу кривую гамма в той же самой плоскости X и Z как параметрическую кривую X от T, Z от T и считать сразу, что T это натуральный параметр. Так всегда можно сделать. Как мы с вами понимаем, если мы считаем, что кривая регулярная. Ну и как обычно, нужно считать, что кто-то там больше нуля, кто X. Чтобы не было самопересечения. Тогда наша поверхность параметризуется в виде X равняется X от T косинус фи, Y равняется Y от T синус фи, Z равняется Z от T. Мы можем взять и честно посчитать метрику. Значит, какая будет метрика? Значит, R по T это будет X с точкой на косинус фи, Y с точкой на синус фи, Z с точкой, а R с точкой по фи это будет минус X на косинус фи, Y на синус фи. А, тут ошибка у меня. Какой Y? Тоже X. И X на синус фи и Y 0. Они опять ортогональны, что и неудивительно. И метрика при такой параметризации принимает вот какой вид. Значит, квадрат вот этого вектора, да, это будет что такое? Это будет X с точкой в квадрате плюс Z с точки в квадрате, то есть единица. А квадрат вот этого вектора, будет X квадрат. Но нам этого мало. Она получше получилась, но не очень хорошая. Я еще X квадрат за скобку вынесу. Тут останется dφ в квадрате плюс dt в квадрате на X квадрате. И сделаю замену параметра. Я напишу, что d tau равняется dt разделить на X от T. И вот тогда наша метрика примет вид ρ в квадрате от tau на dφ в квадрате плюс d tau в квадрате. Это так называемый конформный евклидов вид метрики в том смысле, что она отличается от евклидовой вот таким вот множителем. И вот в нем уже удобно считать. Ну вот дальше предлагается написать вот в этой самой метрике уравнение геодезических. ρ от T это ρ и есть. альфа посчитать, подставить и продифференцировать. И тогда, оказывается, производная от C будет равна нулю, она просто распадется на сумму двух слагаемых. Одно слагаемое будет первое уравнение геодезических на что-то умноженное, а второе второе уравнение геодезических на что-то умноженное. Вот такая вот идея. Это полезно проделать с точки зрения практики выписывания уравнений геодезических. Все на сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok